Мы с вами в шатре Небесном с Иисусом Христом. Драгоценный Иисус, мы так благодарны Тебя за Твою искупительную жертву, жертву любви Отца, Твою, жертву любви Сына, жертву Духа Святого. Мы так благодарны Тебе за эту возможность постигать непостижимое, включать нашу веру, которую Ты нам подарил, соглашаться с Тобою и идти вперед. Единственное время в нашей жизни вечной – время веры сейчас. Благослови Господь, настрой нас на это желание. Доверять, быть цепкими, присваивать себе, потому что Ты нам это отдаешь. Славься Бог наш, во имя Твое драгоценное Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Первое, что я хочу сказать, вы большие молодцы, что пришли. Я в этом же числе. Да, я вам серьезно говорю. То, что нас ожидает, это вообще невероятно. Я еще до конца сам разобраться не могу. Но тут начертил столько моделей, ой, несколько часов и в разных местах я был сегодня. И думал, такая красота, такая красота. Это чудная книга, которая у нас с вами. И чудо, когда открывая ее. Кстати, я вам, знаете, сейчас очень хороший совет дам. Когда вы читаете Библию, читайте ее с выражением вслух. В слух. Не торопитесь. И вы обнаружите, что Дух Святой ведет вас. И это такие чудеса. Вы все понимаете. Когда мы читаем про себя, то это одно, это быстрое чтение. Или же чтение, где мы за что-то зацепились. И начинаем над этим и ассоциативно думать. А вот с выражением это великое привилегие. Сегодняшняя проповедь называется, и это из, эти слова из Евангелия от Луки, 15 глава. Кстати, 15 глава, прочитайте ее несколько раз, Евангелие от Луки. Мне очень нравится начало. Я не думаю, что оно вам понравится. А может понравится. Смотрите, 15 глава Евангелия от Луки, 15 глава, 1 стих. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Кто приближался? Мытари и грешники. А вот то, что мне не нравится, но сейчас нравится. Второе. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Это опасное положение. Невероятно опасно. Когда мы смотрим что-то, мы можем оказаться в этом положении. Когда мы смотрим на что-то и не понимаем, а там Христос, слушайте, лучше все, всякие споры отбросить. Мы выигрываем сразу же. Потому что мы в любом случае, в этом мире, приходим, допустим, на собрание суда, мы, труждающиеся, на нас столько было возложено всего, и в семье, и в этом мире, на работе и так далее. И у нас могут быть суждения, эти суждения, а что они там делают? Иисус, да ты что, пастор, вы что с этим разговариваете? Дайте мне возможность. Или еще что-то. Или же пастор будет думать, а что я с ними буду разговаривать? Опасность большая. Потому что те шли, мытари и грешники, они были как та вдова, которую в сокровищницу в храме положила мелкие-мелкие монеты. Иисус сказал, она все свое отдала. Богатые приходили там, отдавали много, им казалось, но это не все, что у нее было. Она отдала все. В фарисе, вернее, мытари и грешники приходили к Иисусу, потому что они понимали, это Мессия. Грешник, которого можно было пинать, и людей гордых, и там с разными регалиями в обществе было очень много, они могли смотреть сверху вниз, но тот, кто был внизу, у него выхода не было, кроме как к Иисусу. И он был для них. Но так как они были на виду у фарисеев, он был через них для фарисеев. И фарисеи должны были воспринимать урок, который он им и преподал. Это три потерянных. Потерянная овца. И понятно же из жизни, но если овца потерялась, то ее нужно обязательно найти. Можно пастуху своих учеников, или помощников поставить, они будут заботиться о тех, которые в стадии. А самому пойти обязательно. Человек не может сказать, а, у меня там еще, ой, у меня здесь 99 аверс, а там одна. Нет, она ценная. Она и в хозяйстве ценная. Потом женщина, у нее было 10 монет, одна монета куда-то закатилась. А вы это не сделаете. Вы не будете ее искать? А? Да? Будете же, правда? Даже ради интереса, куда ты закатил? Я помню, как... Да ладно, это другая история. А следующее? Я, сын ушел. И причем он ушел требовательно. Отец, то, что ты приготовил для меня мою долю на случай твоей смерти, отдай мне сейчас. У меня здесь такой хороший вариант в жизни. Здесь я это... Изменится ситуация, не получится вложить деньги удачно. Отец отдал ему там написано биос. А духовное осталось с отцом. И ушел, и все растратил. Рядом с ним остался сын старший. И у старшего были большие проблемы. Вообще, это притча, которой прикасаются три сына. Два сына в притче, и один рассказывает. И этот сын рассказывает именно об Отце Небесном. О том, о чем говорил пастор Нурланд сегодня. И вот в 31 стихе там сказано, отец сказал своему старшему сыну, который сказал, вот ты, я для тебя работаю, работаю, и ты даже мне козленка какого-нибудь, костлявого, не дал, что бы я пошел с друзьями погулял бы. Но если бы передать на анализ пастору Нурлану, он бы сказал, вот, это здесь как раз и есть ветхая греховная природа у этого человека. Он не об общении с отцом думал, он делал как человек, будучи спасенным. Потому что здесь, в 31 стихе, отец сказал ему, сын мой, ты всегда со мною. Давайте скажем вместе. Сын мой, вы можете сказать, дочь моя, сын мой, сын мой, дочь моя, ты всегда со мною, и все мною твое. И все мною твое. Запомнили это праздник? Все мною, это заглавие проповеди нашей сегодня. Давайте мы посмотрим теперь отсюда, в Ветхий Завет. Когда вы смотрите в Ветхий Завет, особенно в самое начало, да вообще там столько откровений, я не понимаю, как Энгельс мог сказать глупейшие слова для своего философского уровня. что это книга, Библия, это книга кочевников, которые вот так вот воспринимали мир. Вы знаете, а я когда ее читаю, это когда мы с вами верующими, верующие, я здесь вижу те вещи, которые, ну никто в других книгах, я читал Махабкарату, так говорил Заратустро, правда не до конца, на пятой странице я выкинул ее, это самая бесовская книга. Я читал Коран, я читал там другие вещи, просматривал и так далее. Вы смотрите, здесь написано во второй главе об Иисусе Христе. Я вам докажу, что это, но мы не об этом говорим сегодня. Первая глава, первый стих, Эл-Лу-Ахим, это божество, три единства, главный там Отец. Второй стих в первой главе и Дух Божий, это третья личность Бога. А вторая глава бытия, четвертый стих, это уже Яхве, Эл-Охим, Господь Бог. Это вторая личность, это тот, кто все сотворил. Если в первой главе это общие черты, то во второй главе это самое главное творение, которое произошло, этот человек, и как он его сотворил, Иисус Христос. Теперь давайте понаблюдаем, что мы видим в этой главе. Ну, возьмем так, восьмой стих. Насадил Господь Бог рай в Эдеме. Кто насадил? Адам, правда? Нет? Кто насадил? Я ошибаюсь, правда? Господь Бог. Бог трудится. О, какая красота. В Эдеме на востоке. Поместил там человека, которого создал. Далее, дальше, 16 стих. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря. Что он сделал? Как? Говоря слово. Мы с вами сталкиваемся с Богом словом. Это написано в Евангелии от Иоанна, первая глава, первый стих. В начале было слово. Слово было у Бога. И вот он заповедовал, говоря. От всякого дерева в саду ты будешь есть. От дерева познания добра. Ну, давайте перед этим немножко прочитаем. Смотрите. Девятый стих. И взрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, и хорошее для пищи, и дерево жизни, посреди рая, и дерево познания добра и зла. И потом вот он говорит в 17 стихе от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Да? Давайте мы с вами запишем некоторые вещи. Я уверен, что вам будет очень интересно. Я думаю, что уже интересно. Да? Ну, смотрите. Итак, первая встреча у человека с Творцом. И что он говорит ему? Он ему в разговоре с ним, ну, давайте так сделаем. Он подарил ему что? Эдем. Правда? Затем деревья для пищи. Затем дерево жизни. Правда? А вот дерево познания добра и зла он подарил или нет? Подарил. Дерево познания добра и зла. Познание. Хорошо. Затем подарил Еву. Правда? Ева. Великий подарок. Не было бы Евы. Так бы Адам и один окочурился. Не знаю, что это за слово. Так. А следующее. Он подарил ему жизнь. Верно? Жизнь. А еще подарил что? Животное. Животное, да. Ну, там, да. Что? Он подарил ему смерть. Так. Затем. Ну, давайте мы взяем так. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. А первое что? Себя. Себя. Первое. Это себя. А. Он себя подарил. Он для себя его, для человека, сделал. И даже тогда, когда человек ушел, он же подарил себя. Да? Потому что здесь мы видим следующее. Здесь вот огнец. Еще до сотворения мира. А вот здесь вот восьмая жертва с животными, которая была в Бедемском саду. Интересный вот этот вот подарок. Смотрите. Какой интересный подарок-то. Это для развития интеллекта человека и о котором Бог сказал, но ты его не ешь. Здесь оно стоит, это дерево. Но плоды не ешь. Потому что там смерть. Можно было бы сказать, но лучше бы там не было. Это было бы лучше. Тогда были бы просто запрограммированы. А здесь же выбирать надо. Правда? Мы с вами делаем каждый день столько выборов. один из них это вот то, что сейчас происходит. Пойти в церковь, не пойти, пойти, не пойти, не пойду, пойду. А пришел. О, ну надо же. Это же все, все это реально то, что происходит. На евангелизацию пойти, не пойти, не пойти. О, возьмите этот календарь, пожалуйста. Вы хотите узнать об Иисусе Христе? Да? Здорово. Мы с вами видим вот такие интересные вещи. Это дерево жизни, жизни, это уже живу. Мне нужно будет выяснить потом, со временем. Они же не съели от него. Только лишь тогда, когда съели от дерева познания, вот Бог и оградил их, чтобы они в грешном состоянии не остались такими навсегда. Но это было дерево очень важное. Кроме того, Он дал им откровение о смерти. И это было подарено. Настолько величественный Бог и настолько, вы знаете, изобилующий всем. И кроме того, мы бы, наверное, своим детям так не подарили. Да? Об этом говорит Иисус. Если кто-то просит хлеба, то камни-то Он не даст. Он даст именно хлеба. А здесь Бог говорит о том, что Я тебе все подарил, включая себя. Понятно, да? Хорошо идем? Все понятно? Мне очень нравится то, что вам понятно. И то, что мы с вами сейчас делаем, это еще только лишь часть из того, что открывается на протяжении всей Библии. А вот третья глава Змей. Какая его цель? У Бога цель живи с Ним, с Богом. А одна из мыслей, которая была у меня. Когда мы думаем о себе, мы всегда проигрываем. Невозможно начав думать о себе остановиться. Когда мы думаем о Боге, мы перестаем думать о себе. Мы тогда думаем, находясь в самом комфортном состоянии. Но не может быть во всех остальных случаях нашей жизни более приятного, чем быть с Богом. Потому что там спокойно. И этот покой он распространяется на всю вечность. Потому что мы и о вечности там начинаем думать. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 18 в 11 главе 28 по 30 стихи он говорит «труждающиеся обремененные». Труждающиеся это обозначает те, которые согнулись под различными трудами, задачами. Это многозадачность в мире, которая изнашивает человека. Да любой человек, миллионер, миллиардер, если он находится в этом мире, он все время этот мир в нем только и крутится, и крутится. Однажды я в Питере в 94-м году прочитал такая реклама. «Приходите к нам, мы научим вас, как деньги будут делать деньги, будут делать деньги, будут делать деньги». А где мы пропали? Бог говорит «Приходи ко мне!» взял рыбака неотесанного, бескультурного, очень импульсивного Петра и потом говорит ему, а вы ученикам, а вы не хотите от меня отойти? Ушли-то от него те, которые разбирались в слове? «Как это так? Мы в законе обучены, что нельзя плоть есть, нельзя кровь пить». И он такие вещи говорит. А те, которые были обучены, они решили стоять. И он поворачивается к ним и говорит «А вы не хотите отойти?» И Петр говорит «Давайте по-другому скажем». Он сказал «У тебя все глаголы, все ремы жизни, глаголы жизни». Что это означает? Иисус, если я уйду от тебя, все глаголы жизни улетучились. И будут какие глаголы? Только смерти. Только смерти. Все попытки человека предложить что-то хорошее для человека, оно будет всегда только лишь от дерева познания добра и зла. То есть от добра, но там обязательно зарыто зло. И вот третья глава нашего разбираемого отрывка. Змеи подходят. Посмотрите, какая интересная вещь. Давайте посмотрим. Третья глава, первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И змей сказал жене, «Правда, Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло. И когда я разбирал эту часть, смотрите, что я накопал. Цель змея. У него есть стратегическая цель, которая обозначает убить человека. Тактическая, чтобы привести к этому. Первое, вступить в контакт с человеком. Второе, выразить дружелюбие. Третье, принять от человека урок, то есть повысить человека в его глазах до состояния учителя. А я тебя буду слушать. Четвертое, отменить опасность. Слышите, да? Что творится в мире? Что хочешь делать? Это хорошо. Чтобы не... Это хорошо. Отменить опасность. Пятое, назвать истинную в кавычках причину, почему Бог сказал не ешьте от этого дерева. Эта причина была какая? Бог неискренен. Потому что если вы съедите, то вы станете да такие же, как Бог. Кроме того, вам тогда Бог и не понадобится. Прав сатана? Прав. потому что когда они это сделали, им уже дем стал не нужен. Они вынесли Бога за скобки. Я сегодня смотрел очень интересный ролик. Выступал пастор одной из евангельских церквей. Он рассказал такой это он выступал в ООН и этот ролик был записан там в ООН. И он сказал следующее у него было больное сердце и как-то прихватило его привезли в больницу и у него произошел обширный инфаркт. Когда это произошло там ему подключали и так далее. И вот этот дефибриллятор подключали. Обычно в Америке у вас подключается два раза. В Австралии восемь раз. А он был в Австралии. Но они десять раз сделали. Не заработало сердце. И тогда оно уже все понятно, что это труп лежит, его закрыли. И вдруг через сорок пять минут он очнулся. И когда он стал говорить с ними, они были все в шоке, потому что практически они видели перед собой труп, никаких признаков жизни. И потом повезли его на анализ. Когда они взяли анализ крови, то обнаружилось, что та кровь, которая раньше была очень густой консистенции, теперь она у него была прекрасная, жидкая, нормальная, очень хорошая. Они сделали генетическое исследование и обнаружили, что то, что он говорил, нам непонятно, но суть такая, что со времени в нашем теле, когда развиваются какие-то болезни, то клетки нашего организма маркируются, я согласна, говорит клетка, что я болею этой болезнью. Его все клетки организма были отмаркированы на сердечную болезнь. Когда ему сделали в этом случае исследование, все маркеры пропали. и это выступление было только лишь посвящено тому. Итак, господа, завершаю это выступление и дарю вам Иисуса Христа, того, кто меня спас. Здорово, очень хорошо. Я думаю, что таких свидетельств будет много. Самое главное у верующего свидетельства это его жизнь в Иисусе Христе, потому что она кардинально изменилась. Смотрите, сатане хотелось сказать, что когда Бог знает, он неискренний, он знает, что если вы станете съедить плод от дерева познания добра и зла, то тогда он вам не нужен будет. И вот здесь как-то я думаю, а почему Ева молчит? Вы посмотрите, он начал говорить, сначала он ее вызывает на то, чтобы она возвеличилась в своих глазах, затем неважно Ева это или Адам, потому что у Адама еще хуже проблемы начались. Итак, мы с вами видим здесь, что так поступают, например, культы или же те церкви, которые пытаются в какие-то другие церкви проникнуть поймать христиан из такой церкви, как наша. Например, прийти и сказать, как у вас хорошо, знаете, спокойно, только вы на языках не разговариваете. Это у них, это плохо, правда плохо, но мы же не говорим о языках. Мы знаем, что это один из даров. Один из даров никаким образом не является кардинальным даром, при помощи которого можно было бы сказать, спасен человек или не спасен. Дары разные, когда мы читаем 12 главу 1 послания Коринфяна. Итак, задача его была, цель, тактическими приемами вывести человека на то, чтобы он съел этот плод и тогда осуществляется его стратегическая цель. Она такая, что сказал Бог, съедите, умрете. Пожалуйста, Бог, пожалуйста, они съели, держи свое слово. И они умерли. Они стали умирать физически, духовно, уже больше не прибегали, как папе. Они стали бояться его, и кроме того, у них во взаимоотношениях такие начались сложности, которые продолжаются до сих пор, если не будет в этих взаимоотношениях Иисуса Христа. Потому что два любимых человека, если они без Христа, то обязательно наступает то время пресвящения, когда эта пора оханья и аханья прошла, и вдруг видишь, что это, как мне один араб сказал, я спросил, а что ты не женишься? Он говорит, понимаешь, у нас хорошие такие были с ним взаимоотношения, друзьями стали, понимаешь, вот я так представил, что утром просыпаюсь, смотрю, она чистит зубы, там еще что-то такое делает. И это год за годом, и мне стало так не по себе, то есть его мир, где он сам мог это делать, это ничего, но другого туда он не может пустить, это надоедает. Кроме того, у каждого из нас есть свои особенные прибамбасы, которые могут другому человеку не нравиться. Мы постараемся, чтобы обязательно он исключил то из своей жизни, или она и не получается. Мы показываем свое недовольство. Это все вот тот Эдемский сад, когда Адам, который во второй главе сказал, о, да прилепится муж к жене и станет одной плотью. И все разрушилось, потому что они стали, они умерли духовно. Тот, кто был вместе с ними и все для, и был для них всем, он остался за скобками. Но что он сделал? Он принес в жертву животное. Особенно там об этом не пишется. Но когда мы берем доктрину искупления, доктрину о жертвах, то мы обязательно упираемся туда, где в третьей главе говорится о том, что он сшил им, сделал кожаные одежды. Не какой-то кожезаменитель изобрел. Потому что вместе с этой кожей, кожаными одеждами пришло в четвертой главе понимание, что нужно приносить жертву, жертву животного. И сразу же произошло в этой семье противостояние. Самой главной доктрине, которой человек спасается, это жертва Иисуса Христа. На время это было заменено животными, которые не спасали. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается сатаноем. Итак, у него есть свои замыслы, они невидимые для человека. У него главная цель дерево познания и чтобы они съели. Далее привлекательность этого дерева познания вы будете боги. Далее из бога сделать второй сорт сущности завистливого, а не искреннего и тот который вообще тебе не нужен. А почему бог не нужен человеку? Потому что второе послание к коринфянам, 4 глава, 4 стих говорится, теперь сатана стал богом века этого времени. Суть заключалась в том, чтобы змей превратился для них в бога, не будучи только для этого времени. И это время завершается, когда вообще эта земля пропадает, это уже великий суд белого престола. Дальше что мы имеем? И практически он подвигает человека к вот этому, к этой цели. Умри! 400-500 лет назад в человечестве произошли серьезные изменения. Люди захотели возвратиться к древним исповеданию древних религий, античных богов. И храмы эти, и возрождение там пошло и так далее. Вот. И кроме того, вместе с возвратом, это период возрождения, вместе с возвратом в те верования, да, также человека сделать то, что говорилось сегодня, независимым. И которому, конечно же, Бог не нужен. Использовался тот момент, когда церковь в это время была, это средняя века, она была очень слаба. Но в церкви оставался остаток, который нес и люди, которые несли истину, и они прошли через это возрождение. И когда уже казалось, что все от Бога избавились, бац, Первая мировая война. И обнаружилось, что люди-то не особенно хорошие. Люди могут находиться на высоте, на высоком уровне культуры, разбираться в искусстве, но по отношению к человеку быть такими жестокими и агрессивными. Мы с вами видим в том, что затушеванные цели насчет этого «умри» он же не говорит им, что вы умрете, вы будете как боги. Что вы будете как боги. Затем ложь, которая была изначально в нем, чтобы увести невинных людей, они еще не знали, что такое ложь. Она проявилась, а теперь, когда они вышли после этого и вышли из Эдемского сада, ложь стал одним из путей, при помощи которого человечество живет. И вот как выйти из этого положения. Мы славим Отца и все Божество, что вот здесь в самом начале вся эта картина была известна уже и все Божество соглашается на Агнце. Не то, что это происходило во времени, времени тогда не было, не было. Но уж если они согласились на Агнца, как в Колоссянах 1 глава с 19 стиха по 21 стихи, то это единственный путь, при помощи которого Бог может возвратить к себе вообще этот мир. Иисус сотворил его, Иисус сотворил его, перед этим он за него уже принес себя в жертву, и если мы с вами остановимся в этом мире и договоримся сами с собою, я буду верить в это. Вы знаете, тогда очень много вопросов отпадет, потому что мы научимся ждать. Мы с вами бываем, когда приступаем к вере, он знает, что мы дети вере. И попросили об одном, и получилось. Один мужчина сказал мне в Ашхабаре, пастор, это все работает, все работает, попросили есть, и опять есть. И вся семья, потом родственники, это была азербайджанская семья, у них было очень много родственников из Турции, и они рассказывали о том, как менялось это сообщество у них. Первое, большой стол, на праздник они приходят и накрывают, стол хохочут, и только лишь их семья верующая сидят. И потом это место стало расти, расти, и осталось очень мало тех, которые не веруют. Почему произошло? Да потому что они увидели, они увидели совершенно другую жизнь. И эта жизнь была, как будто бы инопланетяне пришли на эту планету, когда они не лгут, они радуются, они помогают, у них нет гордыни, они готовы выслушивать, готовы приносить себя в жертву. Здорово. то, что было в самом начале, так как Бог знает все, и знает, что должно было быть сделано змеем, не то, что он способствовал этому, это был выбор змея, за это он был и проклят. И теперь люди, которые слышали, что здесь, в этой части, оказывается, у них было все, Бог отдал, сотворил все и себя туда им отдал. Теперь, когда мы с вами в Новом Завете живем, то мы обнаруживаем, что это и есть Евангелие. Оно просто возвратилось. И Бог теперь, как мы говорили в самом начале Евангелия от Луки, 15 глава, 31 стих, где говорится все мое, твое. Не было такого, чтобы Бог изменялся. Он и не изменен. Как было триединство, так и осталось. Только вот одна личность в этом триединстве, Бог Сын. Он стал Бога человеком, и он стал тем, который в себя, в себе, на небесах, в семействе божества, триединства, посадил столько народа, что теперь это небесный Иерусалим одно, и на земле другое, то, что будет сразу же после великого суда Белого престола. Все мое твое. Нет у Бога больше радости, чем отдать себя для того, чтобы люди влюбились в него. И мы влюбились в него. Когда мы бурчим в этом мире, то это обозначает, что мы за скобками его царства. Мы находимся в некоторой степени вот в этой части, где работает ложь, где Бог за скобками, где очень много того, что мы вроде бы делаем, но скрытым, мы там умираем. И только Слово Божье это все раскрывает. Мы с вами читаем послание Галатам и говорится в 6 главе, смотри, вот ты живешь в этой жизни, и каждый день ты совершаешь посев. И в этом посеве ты сеешь или в жизнь, или в смерть. Например, молодая семья любит друг друга, замечательно. Сразу же делайте так, чтобы в этом семействе у вас был Христос среди вас. Разговаривайте друг с другом, учитесь разговаривать, размышлять, вместе раскрывать это Евангелие, потому что оно неописуемо и древнее, и будущное. то, которое раскрывает самое лучшее. Я вчера услышал слова одного очень талантливого актера, эссеиста, поэта, и он такие резкие стихи придумал о нынешнем времени, а я имею в виду вообще о нынешнем времени, не то, что вот это время непосредственно. Я так слушаю и думаю, надо же, как было бы здорово, если бы он поверил в Иисуса Христа. У него был бы вот этот задор такой, и страстность выразить себя не в том, что он увидел глупости и гадости, а в том, что в человеке есть образ Бога. Представляете? И только в Иисусе Христе мы можем остановиться и начать давать от Христа на эту благодать. Все мое твое. Все? Если я сына своего не пощадил римлянам 8 от 31 – как я вместе не отдам всего? Единственное религиозное направление – это верование в Иисуса Христа, где люди совершенно точно знают, они грешники, они спасенные грешники, и они обязательно будут на небесах. Почему? Потому что они уверены, они это прочувствовали в своей жизни всеми фибрами, будем читать, что и ум, и эмоции, и воля, и самопредставление, и совесть, они всей своей душой, умом и так далее, они обнаружили, что это верно. Сколько бы ко мне кто-то не подходил и не пытался переубедить в чем-то, вы знаете, я уже поверил в это, и кроме того, я знаю, что это неестественно, это сверхчеловеческая любовь и сверхчеловеческие отношения. И в завершение, сегодня в одном из постов было написано, вы знаете, если пронумеровать буквы алфавита английского и потом выложить слова, я не помню, какие слова, но они хорошие, вот, допустим, сосредоточенность, это не то слово, но там сосредоточенность, а, знание, понимание, и потом раз и сложить, что это получалось в цифрах. 98, до 100 нет, то есть 100% не получается. А вот если взять слово отношения, attitude, ровно 100, это наше взаимоотношение, когда Адам увидел Еву, в Боге она была такая прекрасная. Когда мы с вами имеем отношение с Богом, это всегда выигрыш, везде, куда бы мы не направили корабль нашей веры. Кроме того, еще одна такая вещь, надо вот помнить то, что я в самом начале сказал, фарисеи теряли и теряли, потому что мытарей для них были никто, а мытарей на самом деле для них стали проводниками к Иисусу Христу, к Мессии, потому что им нужен был спасителем, а глядя на мытарей фарисеям, казалось, да ладно, какой он мне спаситель, я и так как-нибудь, как один из фарисеев в притче Лука 18 глава зашел в храм и сказал, Господи, ну как, я тебе нравлюсь, смотри, я и десятины приношу, я не то, что вот тот мытарь, а мытарь что делал, он в краю, где-то в углу храма стоял и бил себя в грудь и говорил, и те слова, которые он говорил, почитайте 18 главу, Господи, на основании той жертвы, которую я принес, прошу тебя, прости меня, Иисус говорит, как в этой истории с Авелем и Каином, вот тот мытарь пошел более оправданным, чем тот, который делал вроде бы все правильно, отношение самое главное с Богом, и зависимость от Бога будет самая лучшая, была ли зависимость у идеального человека Иисуса по отношению к Отцу полное «Ничего не делаю, если я не услышу и не увижу у Отца». И можно было бы сказать, «Ну как же так? Ничего не делаю без Него». В одной из следующих проповедей мы рассмотрим с вами очень интересный отрывок, который поначалу приводил меня в смущение. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28, 29, 30 по 35 стих, 33 стих, где Иисус говорит, что спасая, Он никогда не выпустит нас. Мы стали Его приобретением. Те, которые поверили, стали Его приобретением. Потому что в нас родился новый человек. И это новый человек делает все правильно. А ветхий человек как был такой и остался. Он только прикидывается, что он стал лучше. На самом деле гадить он может всю жизнь до самого окончания. Когда мы с вами полетим навстречу к Иисусу Христу, я думаю, этот полет будет еще состоять и из-за того, что мы освободились от этого ветхого груза. И у нас только лишь новый человек. А когда новый человек... Кто из вас переживал состояние полета во сне в детстве, там, в юности? Да? Здорово. Какие у вас мысли были, когда вы летали? Какие? Хорошо. Макс, какие у тебя были? Не знаю. Я не... Ну, нормально, нормально. Я знаю, что я... Да? Да. Но летал. Да. У меня было первое, это сюрприз. Я такое удивление. О, как просто! Чуть-чуть вот так вот поднял ручки и летишь. И еще чуть-чуть. И оказывается, дальше можешь летать. Уже 9 метров пролетаешь. И так думают, так я олимпийским чемпионом буду, да? Прыгнул там в длину и летишь, и летишь. Надо обязательно показать и рассказать всем. Правда, я не думал, чтобы они стали чемпионами олимпийскими. Но это было такое желание. Думаю, проснусь, расскажу всем. Это так просто. Ой, какая красота! Ангелы имеют крылья. Иисус вдруг появлялся там, где хотел. Где хотел. И идут двое учеников Иисуса Христа по дороге в Эмаус, там бурчат по поводу Иисуса, что, конечно же, вот такой святой. Надо же! И такое произошло. Откуда он взялся? Шел через Иерусалим? Откуда он взялся на Генесаретском море? Шел через море? Это была мгновенная материализация в определенном месте. Когда мы с вами будем на небесах, у нас будет, если вы посмотрите внимательно на воскрешенное тело Иисуса Христа, это невероятно. И это будет все у нас. Аминь! Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе. Действительно, Ты все нам дал. Действительно, Ты все нам дал. И в таком падшем состоянии, в котором мы оказались и по вине предков, и по своей вине везде, везде. Господи, Ты пришел и принес себя в жертву. Жертвы достаточно. Господи, мы так благодарны Тебе, что Ты убеждаешь нас в этом, и мы довольны Тобою, Господь. Потому что это происходит. И происходит не у каких-то чемпионов, но у каждого, кто поверил в Тебя, и у каждого, кто чуть-чуть, каждый день делает эти шаги веры к Тебе. Благослови те слова, которые мы услышали. Ты все отдал. Ты хочешь, чтобы мы знали, что Ты наш, Ты наш, и мы в Тебе. Как написано в 18 главе Евангелия от Иоанна с 21 по 25 стихи. Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа. Вполне возможно, что многое из того, что говорилось сегодня, вам непонятно. Ничего. И таблица умножения вам не свалилась. Так сразу вы стали вдруг умножать. Понемногу. Но доверьтесь Ему. Сделайте себе подарок. Примите этот подарок от Иисуса Христа. Спасение. Спасителя. Принимая Иисуса Христа как своего спасителя, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи меня Твоему Слову. Ты Слово. Ты общался там, в Эдемском саду и общаешься все время. И ты общаешься с нами. Слава Тебе, Господь. Научи Твоему Слову. Приведи в живую церковь. Благослови. Прощай, Господи. Люби. Обучай. Давай эту благодать. Давай желание делиться Тобою с другими. И с братьями, и с сестрами. И со всеми, кто окружает. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос. Я прошу и молюсь. Аминь. Спасибо. Я думаю, что мы с вами очень интересные проповеди. Спасибо. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok